Продолжение следует... В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут нас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Самые страшные происшествия на дорогах Якутии за последнюю неделю. ОСАГО. Что выбрать, ремонт или деньги? Автоураганы. Помогут обеспечить штиль на дорогах Якутии. Выдача водительских документов иностранным водителям. Повторение «Мать учения» правила дорожного движения в нашей студии проверит Таня Ющенко, финалистка конкурса «Энс Лоскун». А в начале нашего выпуска предлагаем обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автодороге «Амга» произошло столкновение двух автомашин. Травмированы 10 человек и в том числе четверо детей. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, которая предварительно установила, что около 17.00 водитель, 81-го года рождения, управляя автомашиной «Ниссан Ванетт», следуя из села «Амга» в сторону села «Абага» на 183-м километре автодороги регионального значения «Амга» не справилась с рулевым управлением. Выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной «Тойота Хайс». В результате автомобилистка получила перелом ноги и была госпитализирована хирургическое отделение Амгинской районной больницы. Четверо детей 2004, 2010, 2019 и 2021 года рождения, находившихся в салоне автомашины «Ниссан», получили травмы. Были ли дети пристегнуты в момент аварии, не установлено. Следственная оперативная группа не обнаружила в салоне детских удерживающих устройств. Также травмы получили водитель и четыре пассажира автомобиля «Тойота Хайс». Со слов пассажиров микроавтобуса, они были пристегнуты ремнями безопасности и следовали в сторону Амги. Оба водителя в момент аварии были трезвы. По факту данного ДТП проводится проверка. В Намском районе зарегистрировано ДТП с опрокидыванием автомашины, где различные травмы получил один пассажир. 28 октября около двух часов в селе Бетей-Урде произошло ДТП с пострадавшим. Предварительно было установлено, что водитель 1986 года рождения, управляя автомашиной «Тойота Премио» и следуя со стороны села Столбы в сторону села Намцы, не справился с управлением, съехал в Кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. На момент ДТП в салоне на заднем сидении находились два пассажира. В результате ДТП за медпомощью обратились все трое. Из них различные травмы получила пассажирка 1954 года рождения с диагнозом «Тупая травма грудной клетки», «Закрытый перелом ключицы слева», «Ушиб грудной клетки слева». Назначено стационарное лечение. Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков. В ходе проверки по базе госавтоинспекции было установлено, что водитель не имеет водительского удостоверения, ранее уже привлекался за нарушение ПДД РФ три раза. В Хангаласском районе в результате ДТП погиб 53-летний мужчина. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно было установлено, что 29 октября около 19 часов вечера 32-летний водитель, управляя автомобилем марки «Фольксваген Туарек», двигаясь по улице Заводская, поселка Максоголох, совершил наезд на пешехода, идущего навстречу по краю проезжей части дороги. Пешеход до приезда скорой медицинской помощи скончался на месте. В ходе проверки установлено, что водитель имеет водительское удостоверение по категории B и B1, имеет стаж вождения с 2021 года. К административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году не привлекался. Проведенное свидетельствование показало, что водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. По имеющимся предварительным данным, со слов знакомых погибшего, мужчина-пешеход находился в состоянии опьянения. По факту данного ДТП проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы. А мы продолжаем. ОСАГО. Что выбрать? Ремонт или деньги? Деньги или ремонт? Какой вариант возмещения по ОСАГО лучше? Давайте посмотрим в следующем сюжете. Полис ОСАГО – такой же обязательный документ для вождения автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства, как и водительские права. В первую очередь нужен для того, чтобы в случае возникновения непредвиденных ситуаций ДТП человек имел возможность на восстановление транспортного средства. Вообще езда без полиса ОСАГО – одно из самых распространенных правонарушений среди водителей. Данное нарушение карается штрафом 800 рублей, но также могут быть и последствия посерьезнее. Допустим, если некий недобросовестный водитель будет эксплуатировать транспортное средство без полиса ОСАГО, и по его вине произойдет ДТП, то весь вред, причиненный потерпевшему, данный водитель будет возмещать в полном размере из своего кармана. На законодательном уровне сейчас выбор вида возмещения компенсации при наступлении страхового случая закреплен за страховой компанией. Тем не менее, человек, который оформил страховой полис, может изъявить свои желания провести ремонт автомашины, либо получить деньгами и в дальнейшем заниматься ремонтом самостоятельно. Выбор зависит, опять же, от каждого индивидуального случая. В случае, допустим, если эта машина достаточно старая, раритетная, соответственно, запчасти придется искать долго, возможно, заказывать, и страховая компания может не уложиться в сроки, предусмотренные для выплаты компенсации, соответственно, они будут стараться выплатить деньгами, чтобы уложиться в срок, соблюсти закон и так далее. Если, допустим, машина достаточно новая, скажем так, пользуется популярностью, то есть на рынке достаточно большой объем имеет, и тем более, если она находится на гарантии, то, естественно, страховой компании будет проще предоставить ремонт, в том числе у официального дилера. То есть это выгодно для всех сторон, получается, и для водителя, который достаточно быстро получит машину новую, можно сказать, после ремонта, и, опять же, гарантия будет продлена на эту машину и так далее. Ну, то есть тут надо смотреть индивидуально от того или иного случая. Бывают, что автовладельцы берут деньгами, потому что у них есть, допустим, свои проверенные СТО, свои мастера уже, они имеют возможность приобрести детали, скажем так, чуть пониже, где-то найти и провести ремонт на собственных СТО, поэтому здесь, еще раз говорю, здесь все индивидуально. При выборе страховой компании надо ориентироваться на продолжительность деятельности компании на территории Российской Федерации. Через сайт Банк России можно проверить лицензию на ОСАГО. Компания не в праве продавать полисы, если ее лицензия отозвана, приостановлена или ограничена. Мошенники могут создать сайты полной известных компаний. Проверяйте адресную строку в браузере, в том числе при переходе на другие страницы сайта. Если возникли сомнения, прежде чем оплатить полис, следует позвонить на горячую линию страховой организации и уточнить все вопросы. Дорогие телезрители, ну а сейчас нашу тему продолжит тема аварийности на дорогах, а если быть точнее, то итоги за 9 месяцев. Об этом мы поговорим в нашей студии с Кюнеей Ивановой, старшим инспектором пропаганды управления госавтоинспекцией МВД по республике Саха-Якутия, майор полиции. Кюнея Кимовна, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сейчас уже можно подвести некоторые итоги за прошедшие 9 месяцев этого года. Скажите, что говорит статистика и как обстоят дела по сравнению с прошлым годом? Сейчас у нас есть сведения предварительные по итогам 10 месяцев об аварийности на дорогах республики. Всего зарегистрировано 625 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 75 человек и более 800 человек получили различные ранения. Если сравнить с прошлым годом, в 2021 году было зарегистрировано 593, погибло 62, ранены были более 700, значит у нас идет рост. Основное количество дорожно-транспортных происшествий 479 или 76,6% от числа общей аварийности зарегистрировано в городах и населенных пунктах республики. В прошлом году было зарегистрировано 442 или 74,5%. На автомобильных дорогах вне городов и населенных пунктов произошло 146 автоаварий, в прошлом году было больше 151. На федеральных дорогах республики зарегистрировано 110 ДТП, в прошлом году было 114. Если посмотреть ДТП с водителями, с признаками опьянения, то у нас совершено 99 ДТП и идет снижение. В прошлом году зарегистрировано 106 ДТП, в которых погибли 24 человека, 133 получили различные ранения. В прошлом году погибли 22, травмы получили 154. Сейчас у нас идет рост наездов на пешеходов. В прошлом году в это время было зарегистрировано 138 ДТП, а вот по итогам 10 месяцев предварительным сведениям зарегистрировано уже более 160 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 12 человек и 157 человек получили травмы различной степени. В прошлом году ранения получили 134, погибли 10 человек. В сравнении с аналогичным периодом у нас еще идет рост ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. Зарегистрировано с участием детей 97 ДТП, в прошлом году было 83, погибло в этом году 3 несовершеннолетних, 106 детей обратились в медучреждение. В прошлом году было 3 погибших, 93 ребенка обратились в больницы. Госавтоинспекция настоятельно просит вас, уважаемые водители, в связи с ростом ДТП, соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость специально в местах, где много народу, возле образовательных учреждений, торговых центров, кинотеатров, на местах скопления людей и на пешеходных переходах. Каждый человек является участником дорожного движения. И мы должны все соблюдать безопасность на дороге. И от нас зависит дорожное спокойствие, обстановка, все зависит от нас, от всех. Кенакимовна, скажите, какие самые распространенные дорожно-транспортные происшествия, согласно статистике? Согласно статистике, самый распространенный вид транспортного происшествия является наезд на пешеходов. У нас вот нынче статистика показывает уже на 30 ДТП больше, и с участием несовершеннолетних тоже идет рост. А как думаете, в чем может быть причина? Причина, конечно, несоблюдение скоростного режима, спешка и несоблюдение пешеходами внимательности. Например, на неустановленных переходах переходит дорогу. В темное время суток одевают темную одежду без светоотражающих элементов. Столкновения и наезды на пешеходов происходят из-за того, что водитель очень торопится. Перевышает скорость, немножко надо тормознуть. И плюс еще гололед, скользкая дорога. Метеорологические условия. Да, метеорологические наши условия очень влияют. Кенекимона, сейчас идут школьные каникулы и в то же время идет рост по детскому травматизму. Что можно по этому поводу передать нашим телезрителям? У нас идет рост с участием детей в дорожно-транспортном происшествии. Поэтому родителям советую постоянно напоминать о правилах дорожного движения. Чтобы ваши дети не играли возле горок, несанкционированных горок, где много автомобилей. И постоянно контролировать у ребенка, куда идет, далеко ли едет. Если в темное время суток, то у ребенка обязательно на одежде, на рюкзаке должно быть световозвращающий элемент. И надо напоминать, что при переходе улицы или больших дорог, чтобы он не отвлекался на телефон сотовый и на наушники. Это очень мешает слушать, например, звуки автомобилей. И вот у нас даже в зимнее время все одеваем капюшон, куртку, да, вот это тоже мешает. Госавтоинспекция просит всех водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения с учетом погодных и дорожных условий. Кино и Кимон, спасибо вам большое за то, что посетили нашу телепередачу. Ну и, конечно же, присоединяемся ко всем вышесказанным словам. Дорогие друзья, соблюдайте правила дорожного движения. Госавтоинспекции торжественно переданы новые комплексы фиксации нарушений правила дорожного движения. Комплексы необычные, а интегрированные со световыми сигнальными установками патрульных автомобилей ДПС. В чем их особенность, в чем особенность данного современного оборудования, мы расскажем в следующем сюжете. Якутия стала одним из первых регионов страны, где будут применяться автоураганы. Пять автомобилей, оборудованных новейшей системой, уже заступили на дежурство в столице. Сегодня у нас торжественный день. Мы являемся одним из первых регионов Российской Федерации, которые поставили на вооружение комплексы автоураган МС. Эти комплексы были приобретены за счет правительства Республики Сахая, Якутия, Министерства транспорта Республики и управления автомобильных дорог. За что мы очень благодарим большое спасибо нашему главе Республики Сахая, Якутия, С.Н. Сергеевичу Николаеву. Данные комплексы нам сегодня позволяют выявлять нарушения не только в статичном режиме, но и в движении. И инспектору ДПС не обязательно останавливать нарушителя. Данные нарушения сразу же фиксируются в автоматическом режиме и передаются в Центр автоматической фиксации административных правонарушений для последующей обработки и привлечения к административной ответственности лиц, совершивших данные нарушения. Автоураган МС оснащен шести встроенными камерами, которые автоматически неперерывно фиксируют окружающую обстановку вокруг патрульного автомобиля. Система имеет обзор 360 градусов. Информация отражается на мониторе, расположенном в салоне автомобиля. Все камеры комплекса имеют функцию идентификации номерных знаков. Главный плюс данных комплексов заключается в том, что сотрудники госавтоинспекции могут выявлять лиц, лишенных и не имеющих права управления, а также транспортные средства, находящиеся в розыске. Когда водитель, например, двигаясь по дорогам общего пользования, уже не знает, где может быть эта машина, патрульная машина, где может проезжать. Может он мимо проехать, не останавливая, уже будет зафиксировано это правонарушение. Поэтому это такая профилактика, как бы она уже дисциплинирует наших водителей. Весной этого года оборудование прошло тестовое испытание на дорогах столицы республики. Эффективность работы современного мобильного комплекса в полной мере смогли оценить сотрудники госавтоинспекции региона. По итогам тестовой работы решение о приобретении пяти аппаратно-программных комплексов автоматической видеофиксации автотранспорта было поддержано главой и правительством Якутии. Безусловно, здесь такие комплексы у нас в республике первые, даже в стране, можно сказать. И хочу выразить слова благодарности за совместную работу Министерства транспорта и Дорожного хозяйства республики совместно с Министерством внутренних дел, с управлением ГИБДД. И здесь дисциплина, в первую очередь водителей, она будет в разы улучшена, я считаю. И мы эту работу будем продолжать и улучшать. Температурный режим окружающей среды, позволяющий камерам фиксации работать в нормальном режиме, колеблется от минус до плюс 50 градусов. Очевидно, что новое оборудование станет хорошим подспорьем в работе сотрудников Дорожной патрульной службы, что в свою очередь поможет повысить дисциплинированность водителей автотранспорта. В большинстве случаев иностранцу еще раз необходимо проходить регистрацию документов, но уже в соответствии с местным законодательством. Как правильно проводить эту процедуру и насколько она является обязательной, об этом далее рассказывает Госавтоинспекция Республики Саха-Якутия. На территории Российской Федерации действительно можно управлять транспортным средством с национальными иностранными водительскими удостоверениями без ограничений за исключением оказания предпринимательской деятельности любого формата, будь то перевозка груза, пассажиров и так далее. Водительское удостоверение можно будет поменять на основании 80-го административного регламента и постановления правительства 1097. Для обмена национального водительского удостоверения можно обратиться в органы ЕГИБДД по адресу город Якутск, Вилюйский тракт, 3-й километр, дом 1, экзаменационное отделение. А при себе иметь паспорт, национальное водительское удостоверение, нотариально заверенный период данного водительского удостоверения. Обмен национального водительского удостоверения на его российский аналог происходит путем сдачи квалифицированных экзаменов. В первую очередь это теоретический экзамен и после успешной сдачи теоретического экзамена в течение 6 месяцев должны сдать практический экзамен в условиях города. Сдаётся экзамен на высшую категорию, то есть если вы имеете категорию B, C и D, вы сдаёте только экзамен на категорию D, как теоретический, так и практический. А категория B и C, которые являются найнижшими категорией D, будут вам проставлены автоматически на основании национального водительского удостоверения. Дорожного движения Да, и водить я не стала. Но недавно я приобрела автомобиль и планирую как бы возобновить вообще. О, ну поздравляю вас. Ну, тем более будет актуально немножко возобновить, воспомнить, да, вспомнить правила дорожного движения. У нас 10 вопросов и, соответственно, ваши 10 ответов. Итак, первый вопрос на экране. Соответствует ли действие водителя правилам, если он движется посередине дороги? Варианты ответов соответствуют. Соответствуют, если отсутствуют встречные транспортные средства. И третий вариант не соответствует. Третий вариант не соответствует. Третий вариант. Не соответствует? Принято. Следующий вопрос. Как следует поступить, если вам необходимо развернуться? Варианты ответов. Развернуться на этом перекрестке при отсутствии на нем других транспортных средств. Проехать прямо и развернуться за перекрестком. И третий вариант. Проехать прямо и развернуться только на следующем перекрестке. Ну, я думаю, что тоже третий вариант. Проехать прямо и развернуться только на следующем. Принято. Следующий вопрос. Разрешена ли вам стоянка в указанном месте? Варианты ответов. Разрешена, запрещена. Разрешена только с включенной аварийной сигнализацией. Мы видим знак стоянка запрещена. Запрещена, значит второй. Второй вариант. Эта табличка распространяет действия установленного с ней знака. Варианты ответов только на легковые автомобили. Второй вариант. На легковые автомобили и мотоциклы. И третий. На легковые автомобили, а также на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. Так, тут я затрудняюсь. Два или три. Но я больше склоняюсь к варианту три. Третьему варианту? Да, давайте третий вариант. Хорошо. Какой пешеходный переход обозначает данная разметка? Варианты ответов. Только нерегулируемый, только регулируемый и любой. Третий вариант. Любой. Любой. Принято. Следующий вопрос. Из какой полосы разрешено въехать на данный перекресток? Варианты ответов. Только из левой, только из правой, из любой. Из любой. Тоже третий. Третий вариант. Следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить разворот на этом участке дороги? Варианты ответов. Разрешается только при видимости дороги не менее 100 метров. Второй вариант. Разрешается. Третий. Запрещается. Ну, почему бы и нет. Разрешается только при видимости дороги не менее 100 метров. Я думаю, так. Первый. Первый вариант. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле? Варианты ответов. 90 километров в час, 70, 60 или 110? Так. Это въезд в город. Третий вариант. Третий. Вариант третий. 60 километров в час. Да. Принято. Следующий вопрос. Сколько транспортных средств вам можно обогнать одновременно после проезда пешеходного перехода? Варианты ответов. Только два, только одно и все три. Только одно. Два. Только одно. Второй вариант. Да. Разрешено ли вам остановиться на мосту для посадки пассажира? Варианты ответов. Запрещено. Разрешено только если вы управляете такси. И третий вариант. Разрешено. Первый вариант. Пусть будет запрещено. Запрещено. Принято. Ну что, это были 10 вопросов для Тани Ющенко. И сейчас мы предоставляем слово нашему эксперту. Это Наталья Ленских, преподаватель учебного центра «Фаворит». Здравствуйте. Таня ответила на 10 вопросов. И первый вопрос был. Соответствует ли действие водителя правилам, если он движется посередине дороги? Вы дали верный ответ. Действие водителя не соответствует правилам. В Российской Федерации установлено правостороннее движение транспортных средств. Соответственно, необходимо держаться справа. Как следует поступить водителю, если вам необходимо развернуться? И здесь вы ошиблись. Знак нам говорит движение только прямо. Но данный знак действует только на перекресток, перед которым он установлен. Соответственно, сразу за перекрестком развернуться можно. Это был неправильный ответ. Разрешена ли вам стоянка в указанном месте? Стоянка в указанном месте, конечно, запрещена. Ответили правильно. Эта табличка распространяет действие установленного с ней знака. Несмотря на ваши сомнения, вы ответили. Правильно, на легковые автомобили и грузовые автомобили до 3,5 тонн. Любой пешеходный переход может обозначать такая разметка. Правильный ответ. Из какой полосы разрешается въехать на данный перекресток? Да, действительно, на данный перекресток с круговым движением можно въехать с любой полосы. Разрешается ли вам выполнить разворот на этом участке дороги? Правильный ответ. Разрешается только при видимости дороги не менее 100 метров. Вы ответили верно. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле? Действительно, у нас установлен знак начала населенного пункта, но знак на синем фоне. У нас есть знаки на белом фоне начала населенного пункта и на синем фоне начала населенного пункта. Знак на синем фоне говорит о том, что на данной дороге не действуют требования правил, относящиеся к населенным пунктам. Вот на белом фоне, если бы был знак, тогда 60. В данном случае это неверный ответ – 90. Сколько транспортных средств вам можно обогнать одновременно после проезда пешеходного перехода? Правила дорожного движения не регламентируют, сколько транспортных средств вы можете обогнать. Можно обогнать все три. Это неправильный ответ. Разрешено ли вам остановиться на мосту для посадки пассажиров? Действительно, на мосту остановка запрещена. Вы ответили правильно. Таня, я думаю, неплохо. Из 10 вопросов вы справились с 7 вопросами. Но, тем не менее, прежде чем начинать водительскую деятельность, я рекомендую вам повторить правила дорожного движения для уверенности в себе. Спасибо. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и до новых встреч в эфире.